А можно уже, да? Друзья, может вот так вот? Еще давай. Еще раз давай. Еще раз, давай последний раз. Давай еще раз. Сейчас еще раз. Давай. Нет, подожди. Давай еще раз. Давай еще раз. Давай последний раз. Нет. Давай последний раз. Что, может еще раз? Еще? Давай контролюшечку. Контролюшечка контрольная. Будет еще раз контролюшечка или нет? Ребят, всем привет! Это снова Афиш от Истры РФ С вами Полина Громова И мы продолжаем рассказывать о событиях Истры из других городов И сегодня мы находимся на юге, в Московской области В 36 километрах от центра столицы Где мы? Барабанная дробь Ну, конечно же, в Подольске! Подольск второй после Балашихи город региона по численности населения Здесь проживает почти 310 тысяч человек Есть несколько версий о происхождении названия города Известно, что у славянских народов слово Подол означало низкое место под горой Собственно, село Подол, из которого образован город, возникло на берегу реки Пахра на склоне холма Также существует легенда, что название местности дала Екатерина II Она проезжала мимо и в реке намочила Подол платья Так село стали называть Подолом Вероятно, это вымысел, однако то, что именно императрица преобразовала село в город, известно наверняка Это произошло 5 октября 1781 года Сегодня город – это административный центр городского округа Подольск И один из крупнейших центров промышленности А еще Подольск – настоящая сокровищница достопримечательностей Их здесь очень много, но об этом чуть позже Для начала, конечно же, поговорим о быстреньких событиях И начну я сразу с горячих новостей Внимание! После того, как артисты русского имперского балета показали «Лебединое озеро» на сцене Костровского дома культуры К слову, это было просто невероятно Зрители были в полном восторге В общем, сразу после этого было принято решение привезти сюда еще один спектакль Давайте посмотрим, как это было Скоро близится День защиты наших прекрасных детей Это 1 июня И вот в этих датах мы решили думать, что мы вам привезем? Мы вам привезем балет «Щелкучь»! Дата балета уже известна Труппа под руководством заслуженного деятеля искусства Генемина Сатаранды Вернется в Кострово уже 4 июня Билеты уже в продаже Приобрести их можно на нашем сайте в разделе «Афиша» Но главное, поторопитесь Потому что билеты разлетаются, как горячие пирожочки А я напомню, что основой последнего балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» Стала сказка Гоффмана Незадолго до смерти в 1891 году Композитор воплотил в своем творчестве новую тему Открытие мира на пороге юности Задуманный как детский балет феерия «Щелкунчик» оказался лирикой философской поэмой Произведением, открывшим новые пути в балетном театре рубежа 19-го и начала 20-го века А у нас на очереди кинопремьеры Которые можно будет увидеть в ближайшее время в зале молодежного центра «Мир» Что-то там уже идет К примеру, мексиканский боевик под названием «Святым тут не место» Человек по прозвищу «Иезуит» заключен в тюрьму За преступление, которого он не совершал Отсидев срок, он планировал уйти на покой Но узнал, что какая-то банда убила его жену и похитила сына Теперь он разрабатывает сложный и опасный план по спасению мальчика из плена И отмщению за убийство супруги Вот так выглядит правосудие Пришло время платить за грехи Хулио постоянно говорит о тебе Как о каком-то святом Передай ему это не так 2 июня на больших экранах мы увидим режиссерский дебют Актера Алексея Чадова Фильм называется «Своя война. Шторм в пустыне» Главный герой Иван давно вернулся с войны Но война не отпускает его Он продолжает в нее играть Это уже стоило ему отношений с женой Теперь может стоить и жизни Иван отправляется в Сирию Под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон Что это? Здесь только 150 Я не могу так просто уйти Почему? Потому что русские своих не бросают Ты на всю голову чокнутый, Джон Я знаю, моя жена постоянно мне об этом говорит А у нас на очереди события музея Новый Иерусалим 4 июня в 5 вечера Он приглашает зрителей на сольный концерт Пианиста Ивана Бессонова Убедителем многих престижных конкурсов В числе которых классическое Евровидение в Эдинбурге Иван Бессонов родился в 2002 году Игре на фортепиано обучается с 6 лет В настоящий момент учится в Московской государственной консерватории имени Чайковского Иван сочиняет музыку Сотрудничает с ведущими мировыми дирижерами Дает сольные концерты в концертных залах по всему миру Для вас он исполнит произведения Шопена, Скрябина, Рахманинова и других известных композиторов Приобрести билеты можно на сайте музея Новый Иерусалим Традиционная рубрика топ-3 самых интересных мест На этот раз Подольска И на третьем месте у нас вот такая необычная скульптура Это памятник швейной машинке Зингер Посмотрите, она находится в процессе работы И создает такой уникальный ковер с указанием всех местных достопримечательностей Автор бронзовой машинки, известный скульптор Александр Рожников Он создал этот памятник как символ эпохи расцвета Главного градообразующего предприятия города, завода Зингер В то время он выпускал огромное количество швейных машинок для различных производств На втором месте в нашем рейтинге парк культуры и отдыха имени Тололихина Это одно из красивейших мест Подольска Прежде всего, потому что парк тянется вдоль реки Пахры Рассчитан парк на посетителей разных возрастов Тут есть и комплекс аттракционов, и детский городок, и мини-зоопарк Для приверженцев здорового образа жизни тут установлены уличные тренажеры Зимой на территории работает каток Ну а на почетном первом месте у нас усадьба Дубровицы, построенная в 17 веке Первым ее владельцем был боярин Морозов В дальнейшем здесь жили Голицыны Собственно, усадьбу по фамилии бывших владельцев даже иногда называют Голицынской На территории вы можете прогуляться по аллее с вековым липовым парком Гордость усадьбы церкви в знамении Пресвятой Богородицы Она построена по нетипичному для православия проекту Церковь венчает корона вместо фресок скульптуры на библейские темы Кстати, интересный факт В 1690 году Петр I сам лично принял участие в церемонии закладки фундамента этого храма Друзья, напоследок расскажу о погоде Но сразу прошу отнестись к полученной информации с пониманием И помнить, всегда есть надежда, что синоптики врут Если открыть календарь осадков на июнь, вы увидите, что весь он усеян дождевыми каплями Дожди будут идти практически каждый день А 5-8 июня даже ожидаются грозы Воздух в ближайшие две недели максимум прогреется до 23 Зато минимальная температура в этот период плюс 16 Друзья, мы так залюбовались Подольском, что уже в процессе монтажа обнаружили, что забыли записать прощалку Так бывает, поэтому делаем это в студии И что хочу сказать, раз погода нас не балует, хочется пожелать вам тепла Тепла в сердце, тепла в душе Ну и во-вторых, у меня есть маленькая к вам просьба Пишите обязательно нам в комментариях, какой город вы рекомендуете нам впустить следующий И мы увидимся через две недели именно там Напоминаю, вы смотрели программу Афиша С вами была Полина Громова Пока-пока Еще раз Контролюшечку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok